друзья всех приветствую на торговой сессии пятницы мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте оставить лайки продолжаем следить за ситуацией политической в штатах за борьбой между байденом и трампом за последний день общая картина не изменилась как вы помните имя будущего президента станет известно только после того как общая коллегия выборщиков отдаст 270 голосов либо тому кандидату либо другому 264 против 214 это текущее распределение картина может измениться но судя по всему если быть совсем реалистом друзья тот сценарий который буквально еще несколько дней назад оказался самым менее вероятным то что победу одержит на байден а не трамп этот сценарий притворяется в жизни и правы были те кто изначально верил в победу демократов но в то же время есть еще небольшая но все-таки вероятность того что оставшиеся штаты отдадут большинство трамп и тогда он сможет выбиться вперед самый плохой сценарий который я ранее допускал друзья он реализовался сейчас не просто идет и наблюдается задержка в подсчете голосов фактически голоса более не считаются по инициативе действующего американского президента грядут серьезные юридические разбирательства уже доподлинно известно то что штаб трамп обратился в суд а якобы республиканцам не обеспечили достаточного присутствия в момент подсчета на голосов поданных по почте я допускаю что что-то в этом есть я готов даже принять позицию того что демократы использовали факт дистанционного голосования для того чтобы улучшить общее представление о интересе именно к их партии но как стоят дела на самом деле покажет время вполне возможно друзья что нас ждет повторение прецедента 2000 года когда имя американского президента после ноябрьских выборов мы узнаем только лишь в декабре важно отметить что при том что на финансовых рынках сложилось в моменте мы констатируем отработку тех идей которые изначально были нашими как бы долгосрочными где мы ждали хороших движений хорошего профита и с этим безусловно я хочу вас всех поздравить друзья потому что индекс доллара валится весь риск растет золото помню в комментариях обозначали незначительную вероятность того что золото сможет показать тот целевой ориентир который я для вас обозначил в начале этой недели еще с отсылкой и наряд инвестбанков в 1950 долларов за тройскую унцию локальный максимум вчерашнего дня был даже повыше друзья и мы сделали эту цель уверен что это только начало у тех кто все таки верил в рост американского доллара вот текущие условия фундаментальные новостные вот это вот должна была быть стихии в которых они могли бы раскрыть свой потенциал добиться роста индекса доллара там тем уровнем которые им необходимы 94 50 95 пунктов а потому что сейчас сохраняется высокая степень неопределенности потому что сейчас мы точно знаем что тот основной триггер который должен был бы обвалите курс американского доллара это новые меры экономического стимулирования сейчас решение об этих госпакетах будет отложено ровно настолько пока мы не узнаем вот имя американского президента но даже в таких условиях покупатели не смогли перехватить инициативу продавцов они упустили свой шанс друзья и как говорится они не правы не воспользовались возможностями мы продолжаем зарабатывать на факте снижения курса доллара и вы должны понимать что как только это неопределенность с рынка уйдет мы вернемся к программе экономического стимулирования которая неизбежна цифры я вам уже многократно называл два триллиона может быть даже побольше это дополнительный приток ликвидности еще большее снижение курса доллара потому что при притоке средств на финансовые рынки будут снижаться доходности американских облигаций десятилетки накануне просили до уровня 0 76 сотых это друзья тоже только лишь начало развития мощного нисходящего ралли и ситуация с долговым рынком будет бить дальше по позициям доллара поэтому меня сейчас особо даже не волнует то что а трампа пытается отстоять правоту может быть даже возьмем в кавычки признает он поражение или нет если действительно весомые причины сказать что он сто процентов проиграл либо пока такие выводы делать еще слишком рано этот фон меня не интересует я знаю то что был фактор когда могли не реализоваться идеи слабости доллара были предпосылки для этого но все это оказалось уже в истории и мы начали работать с теми тенденциями которые необходимы фондовый рынок друзья растет доу джонс 28 тысяч 159 я вам вот что скажу фондовый рынок сейчас прибавляет не только на идеях что победа джо байдена это знак равно вот эти меры экономического стимулирования которые при демократах должны быть более значительными чем при республиканцах фондовый рынок еще растет потому что в сенате ведь выборы проходили не только как бы на кресло а человека в овальном кабинете выборы были в конгресс в сенат в сенате друзья большинство все-таки сохранили за собой республиканцы поэтому даже тогда когда байден станет президентом он вряд ли сможет протащить инициативу роста налогов на доходы для корпораций потому что республиканцы точно заблокирует прохождение собственно этого проекта значит никакого негатива даже потенциального сейчас на горизонте нету и у фондового рынка была только одна дорога это двигаться вместе с общим рыночным позитивом ждать деньги которые скоро придут на финансовые рынки такая теневая математика друзья чтобы вы знали если будет согласован пакет в 2 триллиона долларов примерно 50 процентов этих денег точно придут на фондовый рынке можете оценить сейчас капитализацию отдельных индексов да и в целом фондового рынка сша и понять на какой процент в плане роста мы можем рассчитывать самое ближайшее время поэтому в сухом остатке у нас получается мы ждем разрешение ситуации вокруг выборов нас особо не интересует кто победит после этого мы начинаем дружить как бы с новым правительством и ждать от них новых мер экономической поддержки и все это все равно дорога только для ослабления курса доллара 92 60 индекс американской валюты в моменте заседание федрезерва вчера ничего нового не привнесло понижать не риски сохраняются мы об этом и так знали но раньше я также говорил друзья то что перед выборами нам показывали не реальную статистику она была слишком хорошей для ситуации вокруг пандемии вчерашний отчет по заявкам вот пожалуйста это уже возвращение к реальности 751 тысяча новых обращений прогнул 732 тысячи пересмотрен прошлый показатель производительность труда снизилась и я думаю что с такой плохой статистикой мы будем работать и дальше цель 92 и ниже по индексу доллара по золоту несмотря на то что мы уже добрались до 1950 долларов следующая цель 2000 друзья евро против доллара 1 18 24 1 19 1 19 50 в качестве целевого ориентира по британской валюте я по-прежнему склонен полагать что есть хороший потенциал для снижения но можете критиковать сколько угодно но друзья накануне банк англии все-таки увеличил программу количественного смягчения признал что есть риск для ввода ставок на отрицательную территорию вчера вступил в действие общенациональный месячный карантин но не верю я в то что фунт сможет сохранить довольно высокие позиции даже несмотря на ослабление доллара при таком национальном фоне доллар канадец еще одна долгосрочная сделка мы почти добрались до отметки 1 30 думаю что добьем и этот целевой ориентир самые ближайшие дни на этом собственно все хорошего вам закрытия недели и до скорых встреч уже на следующий всем пока